МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания Город. Программа вызов принят. Здравствуйте. В студии Алисия Харлина. Главная тема сегодня. Подростки ожидают наказание за ограбление техникума и нападение на женщину-сторожа. Это квалифицированный состав. Получается, часть 4, статья 162. Подвела математика. Школьник так гордо предъявил паспорт, что ему продали сигареты. То, что он с полной уверенностью сказал мне 18 лет и предъявил паспорт, я уже особое значение открыла. Я его не просчитала. Везде-ник, везде найдет повод. Николай Пилюгин объяснил курсантам, откуда берутся проволочки. Внутри месяца у гражданина Муровича. Скажите, пожалуйста, какие нормативные акты здесь нужны? Что тут мешает работать? Сказочки – это все. Если лет 10-15 назад главной проблемой взрослых перед самыми продолжительными каникулами был выбор детского лагеря, то сегодня многим чадам грозит другое режимное учреждение. Там и воспитатели строже, и спрос. Бечом нашего времени являются, конечно, наркотики. И для несовершеннолетних, ни разу не пробовавших данное зло, так выразимся, все это, безусловно, интересно. И ряд преступлений, совершенных несовершеннолетними, совершается в состоянии их наркотического опьянения. Представители Следственного комитета Рязанской области новых происшествий ждать не стали. Сами пошли в народ. А именно к детям. Детская преступность родни болезни. Легче предупредить, чем потом лечить. В частности, в настоящее время в производстве следователей регионального следственного комитета находится порядка 70 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, то есть там, где они совершили преступление, и где-то более 30 дел по преступлениям, где жертвами преступника стали дети. Отдыхают на территории чужой дачи, размещают на своих интернет-страничках агрессивные отзывы, и снимают жестокость сверстников на мобильный телефон. Родители не считают нужным объяснить, что и это преступление, за желанием казаться взрослым, то кража, то угон. Дети еще не до конца понимают, что даже если, значит, просто... Катался. Покатался. Даже откатил автомобиль, казалось бы, никому не нужно, стоящий во дворе, просто откатил в сторону, это уже является угоном. Это уже является уголовно наказуемым деянием, ответственность за которую предусмотрена уголовным кодексом наступает с 16 лет. Что характерно, за черту закона попадают и дети из хороших семей. Одним не хватает родительского участия, другим – приключений. Итог равняет всех. Пока не поздно, поинтересуйтесь у своих детей планами на лето. За примерами, что называется, далеко идти не пришлось, ожидают приговоры четверо приятелей, трое из которых несовершеннолетние. Год назад, как раз в начале лета, они совершили ограбление в техникуме легкой промышленности и сфере обслуживания. Учебное заведение находится на улице 12-й линии. Где именно лежит стипендия, подростки узнали заранее. Один из них являлся студентом данного заведения и навел необходимые справки. А вот о том, что охраняет их бабушка, как ни странно, ни отдел не имел понятия. Но даже на месте злоумышленникам не пришло в голову остановиться или хотя бы закрыть безобидного сторожа в кабинете, не нанося ударов. Ввиду плохого, ухудшившегося самочувствия, сторож, женщина преклонного возраста, она прилегла, да, уснула. И когда пришла в себя уже под утро, для нее было немножко шоком, то, что произошло, так как она сразу не поняла, что случилось. Первая мысль из ее слов, это было то, что она упала по неосторожности во время передвижения по техникум. Но впоследствии, когда уже прибыли ее родственники, преподаватели, мастера данного техникуму, и обнаружили беспорядок в кабинетах, ну, все стало на свои места, да. То есть было понятно, что это совершенно было разбойное нападение на данное учреждение. Один раз ее оглушили или нанесли несколько ударов? Ей было нанесено несколько ударов бейсбольными битами. Ни один из задержанных ранее не попадал в поле зрения следователей. В общем, неплохие ребята из обычных семей, которые, тем не менее, разработали целый план и избавились от улик. Биты выбросили в разных местах, маски сожгли. Это квалифицированный состав, получается, часть 4, статья 162. Нечасто в расследовании принимало участие целых 6 следователей вместо одного. Адвокаты, законные представители, понятые. Максимальное наказание, которое грозит задержанным, до 10 и 15 лет лишения свободы в зависимости от возраста. Умышленные действия в составе организованной группы, говорят, сотрудники следственного отдела, рассматриваются как отягощающие обстоятельства. Продолжается борьба сотрудников полиции с продавцами ларьков и палаток, которые то достанут из-под полы, чего не полагается, то продадут сигареты несовершеннолетним. Очередное имя в протокол вписано на Старом кругу в Дашково-Песочне в этот вторник. Мальчик просто проходил по улице, как у сигаретки. То есть сотрудники полиции обратили внимание на то, что несовершеннолетний, явно несовершеннолетний, покупает сигареты. Спросили его возраст, он предъявил паспорт. Оказалось, да, он действительно несовершеннолетний. Поэтому факт был составлен от протокола об административном правонарушении, хотя в ЧАЭС-2. Предусмотрена ответственность, штраф до 3000 рублей на лицо продавшего. Устала, не выспалась, не доглядела. Продавец Светлана клянется, что факт продажи сигарет ребенку – нелепая и единичная ошибка. Успокоить разволновавшуюся женщину прибежала дочь. Наташа, скажите, давно мама работает в полах? Давно. Исправно. Были какие-то случаи неприятные? Никогда такого не было. Прокол спровоцировала излишняя самоуверенность парня. В один голос заявляют женщины. Так гордо протянул документ, что грех была сомневаться. Я то есть засомневалась в возрасте покупателя. Я у него спросила паспорт. А то, что он с полной уверенностью сказал мне 18 лет и предъявил паспорт, я уже особо значение открыла. Я вот посмотрела, я его не просчитала. Но сотрудников полиции слезами не проймешь. На этом пятачке и в данной палатке, в частности, говорят они, подобные случаи были и раньше. И штрафы не пугают. Оперативники постоянно держат на контроле несколько точек, которые до сих пор периодически нарушают закон. По словам продавца Светланы, она к их числу не относится. В качестве примера показывает на окно. Вот, мол, реакция на отказы. Да они не грубят, нет. Они могут просить, что в окно стукнуть по стеклу, вот светло разбили. Когда отказываешь, что-то продать. Но в основном сейчас у нас пива нет, с ним, говоря, мы торгуем пивом. Вот. А если сигареты не даешь, им говоришь, блин, тебе сколько лет-то? Иди у мамы с папой тогда спроси. Все, они выходят, они просто по стеклу долбят, вон толбанули, вон у нас стекло, вон пошло. Единичное или неоднократное, а все же нарушение закона. Решайте сами, потратить пару минут на вычисление возраста покупателя или попасть в список полицейских. В деле серийного убийцы Михаила Макарова по современным меркам почти ничего нет о его жизни до ареста. Известно, что родился он еще в городе с названием Ленинград в 1962 году. Довольно пресная биография. Михаила Макарова называли неудачником. Он работал монтером пути, жидился, но жить пришлось у родственников жены. И поскольку я все-таки зарабатывал немного, родственники жены постоянно укоряли его, называли неудачником. Отдушной для Макарова стали детективные романы и западные фильмы. Тогда, в эпоху перестройки, это было модно. Он так и заявил после ареста. Хотел испытать те же чувства и эмоции, что и преступники, убийцы и насильники. Мечты Макарова строились на чудесном избавлении от надоедливой тещи и других родственников жены. Но он понимал, что в случае гибели станет главным подозреваемым. В голове зверя созрел дикий план. Зимой 1986 года на пульт милиции поступил тревожный звонок. Звонила женщина. Соседка попросила ее оставить записку своей маленькой дочке. Ребенок не отвечал на домашний телефон. Женщина подошла к двери и обратила внимание, что Таня заперта. Она буквально вбежала в комнату и оцепенела. На полу вся в крови лежала маленькая Маша. Вещи были перевернуты, и по заявлению родителей преступник украл не только украшения и дорогие вещи, но и некоторые Машины игрушки. Этот факт натолкнул следователей на две мысли. Либо убийца, не наигравшийся подросток, либо умалишенный, которые плохо отдают отчет действиям и поступкам. Позже экспертиза сделает заключение. Девочке нанесено не менее 30 ударов острым предметом, предположительно заточкой. Если помните, раньше одной из популярных игрушек был калейдоскоп. Так вот именно этот предмет, в том числе, пропал из квартиры потерпевших. Во время очередного опроса соседей выяснился любопытный факт. Девушка из дома напротив как раз в день убийства видела двоих подозрительных мужчин. Они тащили сумки и явно очень торопились. Свидетельница довольно подробно описала внешность подозреваемых и автомобиль, на котором те уехали. Но на каждом допросе неожиданно возникали новые подробности. Сотрудники милиции решили наведаться к ней еще раз и с удивлением узнали от ее матери, что дочь как раз сейчас в отделении снова дает показания. Оказалось, девочка-подросток таким образом нашла официальную причину для родителей, чтобы в нужное время сбегать на рокерские концерты. И все ее показания – ничто иное, как фарс и выдумка. Следствие вернулось на исходную. Но тут всплыл еще один факт. Не так давно в другом отделении милиции расследовали нападение на 10-летнего мальчика. Почерк совпадал. Постучал в одну квартиру, где был ребенок, 10-летний мальчик, и попросил его открыть дверь. Ему, мол, надо написать записку соседям. Мальчик открыл, и тогда преступник отвертки нанес ему несколько ударов, тяжело ранил его, но в этом случае мальчик, к счастью, выжил. Это преступление Макаров даже не планировал. В один из дней февраля он неожиданно получил выходной. Домой ему идти не хотелось, и он бесцельно шатался по улицам. Вдруг он заметил школьника. Мальчик вошел в подъезд и достал ключ. А это означало, что, скорее всего, взрослых в квартире нет. На вопрос, кто там, убийца спокойно объяснил, что не застал дома соседей и хотел оставить им записку, но не взял с собой ни ручки, ни бумаги. Когда ребенок открыл дверь, Макаров, не раздумывая, набросился на него с отверткой. Маленький Ваня получил десятки ударов. Чтобы проверить, жив он или нет, убийца поджигал ребенка спичкой. Десятилетний школьник стойко терпел издевательства и притворился мертвым. Ваня навсегда остался калекой. Таким зверским, нечеловеческим способом Макаров решил заработать на кооперативную квартиру. И для убийства Маши он уже специально взял отгул и приготовил заточку. Убийца решил, что раз за ним не приходят, значит, можно продолжать. На месте преступления нашли след от кроссовка «Адидас». Милиция шерстила магазины, частников, юношеские кружки и дома для душевнобольных. Но Макаров успел убить еще одного ребенка. На этот раз в квартире жертвы преступник нашел мумиё и решил размазать его по стенкам и мебели, что наводило на две мысли. Либо скрывает следы, либо следует ритуалу. Была и еще одна особенность. Маньяка интересовали редкие книги. И вот как раз у маленькой Тани он забрал редкое издание. Сказки «Тысяча и одна ночь». Это было, в общем-то, хорошее издание. Необычное издание. Книга издавалась в Таджикистане, в Душанбе. В советское время за добротной литературой стояли в очередях. Коллекционеры, да и просто ценители частенько обращались в бакинистические магазины и порой оставляли там немалые деньги. И оперативники пошли на хитрость. Они дали объявление в газете о скупке раритетных изданий. Но тут в события вмешались слухи. Пожилая женщина стояла в очереди за мясом и там услышала, что убили девочку из соседнего подъезда. Она сразу вспомнила, что незадолго до убийства к ней в квартиру заходил подозрительный молодой человек. Дверь открыл ее десятилетний сын. Мужчина собирался уже войти, но тут из кухни вышла мама. От неожиданности мужчина попросил позвонить, набрал несколько случайных, как показалась свидетельница, цифр и быстро ушел. Только тогда удалось составить первый фоторобот подозреваемого. Его тут же разослали по всем отделениям. Но убийца сам дала себе знать. Он принес в магазин украденную книгу и более того, оставил ее на реализацию по своему паспорту. Приемщик не удержался от соблазна изучить издание и буквально на четвертой странице обнаружил пятна засохшей крови. Дальнейшее было делом техники. На допросе Макаров признался еще в одном убийстве – пенсионерке. Старушка, которая стойко пережила блокаду родного города, получила 51 удар за то, что в ее квартире не нашлось ни одной дорогой и ценной вещи. Сыщики были уверены, преступник не договаривает, но и этих эпизодов хватило для высшей меры. Макаров до последнего просил заменить ему наказание на командировку в Афганистан, чтобы кровью искупить вину. Но вряд ли это было искренним раскаянием. Как сказал один из великих, в 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. На ошибки мы указали, осталось сделать выводы и извлечь урок. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин